Противника, врага надо не просто, скажем так, уважать, но и использовать его методы для достижения своих национально-государственных действий. Сидеть перед десятками школьников для Олега Лютых не впервой. Еще год назад он вот так же находился у доски перед своими студентами в Педагогическом университете имени Виктора Петровича Астафьева и преподавал им историю. А потом принял решение добровольцам уйти на СВО. Также вместе с ним прибыл и его сослуживец Олег Емельяненко. Последний год являюсь добровольцем, военнослужащим с начала 107-го отдельного стрелкового батальона, с этой отдельной мотострелковой бригадой Купол Корпуса Народной Милиции Донецкого Народной Республики. После проведения референдума и вхождения в состав Российской Федерации военнослужащих 279-го отдельного стрелкового батальона. Последнее время вокруг сложившейся ситуации гуляет много фейков. Развеять их и направить молодежь в патриотическое русло могут только те, кто действительно знает, что на самом деле происходит в зоне специальной военной операции. Именно поэтому педагог 18-й школы пригласил таких почетных гостей в Канск пообщаться со школьниками в неформальной обстановке. Я приглашаю именно для ребят на встречу тех людей, которые не понаслышке и не из телевизора, а по-настоящему видят перед собой людей, которые действительно понимают, что происходит, и могут передать ребятам колоссальнейший опыт свой. И это очень интересно, то есть это очень познавательно на самом деле. Безусловно, ребятам в такой компании было очень интересно. У некоторых из них родственники уже побывали там или находятся по сей день. Поэтому вопросов также задавали немало. Мороприятие интересно, интересно то, что рассказывают красноярские СВО, красноярские люди из СВО. Интересно слушать, интересно задавать вопросы. К слову, у визита бойцов есть еще одна цель. Они активно ищут финансовой помощи для закупки необходимого оборудования на передовую. Это беспилотные летательные аппараты, бронежилеты, оптика, тепловизоры и многое другое, чего сейчас очень не хватает.